МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа о здоровье. Мы снова будем говорить с вами о том, как сохранить здоровье. Как предупредить серьёзные заболевания. Ведь жизнь даётся человеку один раз. А шанс вернуть здоровье есть. Всегда. Острая пульцевая интоксикация может симулировать вирусную инфекцию. Сейчас наиболее популярные процедуры – это ботулотоксины, биоревитализация. Биоревитализация позволяет подготовить кожу к активной инсоляции. Данные свойства клетчатки очень важны при профилактике диабета. И особенно важны в начальной стадии диабета. Это неприятное слово – аллергия. Весной она выражена намного сильнее, чем любой другой сезон года. По статистике, 85% всех аллергиков страдают от её обострения именно в этот период. О том, почему так происходит, чем грозит и как бороться с проявлениями этой болезни, сейчас расскажет наш эксперт. В конце апреля-начале мая чаще всего мы сталкиваемся с полинозом. Иначе говоря, с сильной лихорадкой. Симптомы многим известны. Это обильное водянистое вделение из носа, зуд в ноздрях, чихание, кашель. Дело в том, что именно в это время зацветают покрытосевенные деревья – ольха, берёза, тополь. И они-то являются врагом номер один для тех, кто страдает полинозом. Потому что так и называется уже полин – это пыльца. И он обеспечивается, так сказать, только наличием пыльцы, контактом с пыльцой. Причём с пыльцой не всякой. Пыльца должна иметь определённые характеристики для того, чтобы стать нашим врагом. Должна иметь определённый диаметр, определённое должно быть количество концентрации пыльца в воздухе. Но в любом случае для истинных аллергиков даже парочку прилетевших пыльцевых зёрен – это уже проблема. Аллергия – генетически обусловленное заболевание. Если ею страдает один из родителей, то вероятность возникновения заболеваний у ребёнка – 30-40%, если оба – до 80%. Чаще всего аллергия начинается в детстве. Но расслабляться не стоит. Приступ может начаться в любом возрасте. Кстати, многие аллергики годами лечатся от совершенно других заболеваний, не подозревая об истинном недуге. Часто вот острая пыльцевая интоксикация может симулировать вирусную инфекцию. Заложенность носа, звук глаз, красные глаза, чихание, может быть подъём температуры – это пыльцевая интоксикация. Если массивное поступление пыльцы 37,2, 37,3, головная боль, усталость. Вот здесь, извините, только врач, конечно, пациент никоим образом с этим не справится. Но если он говорит, что это появилось, скажем, после пребывания в лесу, с его точки зрения он там переохладился, а потом он приходит домой, умывается, и вдруг это всё чудесным образом заканчивается, то, как правило, в первую очередь надо, конечно, заподозрить всё-таки аллергический компонент какой-то. Разобраться в ситуации сможет только врач, который проведёт специальные диагностические исследования – аллергопробы, чтобы выявить наличие аллергической реакции даже на ранних стадиях её проявления и определить аллергены, которые её вызывают. Назначить лечение также может только врач. Есть ограничения и по возрасту, при наличии сердечных заболеваний, при наличии глоукомы, при наличии, скажем, этой номопредстательной железы. Далеко не все рекламируемые препараты можно принимать, даже при той же прохиальностной есть ограничения. Самостоятельно в сезон полиноза можно заняться профилактикой. Чаще проводить влажную уборку дома, принимать душ, мыть голову, исключить из рациона плоды с косточками, орехи и морковь. Главное правило безопасности аллергика – воздержаться от прогулок на природе и загородных поездок, особенно в сухую погоду. Хотя, по статистике, аллергийным пыльцом, как правило, страдают городские жители. Вот эта высокая степень загрязнённости воздуха, окружающей среды, приносит колоссальный вред организму, если говорить об аллергии, в том, что она способствует развитию хронических воспалений верхних и нижних дыхательных путей. И на этом фоне аллергопатология протекает значительно тяжелее. Потому что это не только истинно аллергическое заболевание, а ещё и токсическое поражение. И бронхов, и носоглотки, и кожи, слизистый глаз. А в деревне, да, как говорится, там пыльца чище. Её больше, но она чище. И главное, не забудьте начать подготовку к следующему сезону. Специфическая иммунотерапия способна навсегда избавить от страданий. Но лечение нужно начинать осенью. Интервенционную онкологию часто называют ещё точечной или прицельной. Это одно из самых современных высокотехнологичных направлений онкологии во всём мире. Минимальная травматичность операций, использование современных методов визуализации, уменьшение количества осложнений. У этого направления масса преимуществ. В рамках научно-практической конференции «Интервенционная онкология», приуроченной к 80-летию Челябинской областной клинической больницы, для южноуральских врачей прошёл мастер-класс по ультразвуковой диагностике. Своими знаниями и опытом с южноуральскими коллегами поделилась ведущая специалист в этой области, руководитель отделения ультразвуковой диагностики профессор из Милана Франко Мелони. Сегодня речь идёт о том, чтобы минимизировать различные последствия воздействия, хирургическое воздействие на человеческий организм. И чем менее выражены объёмные наши воздействия на человеческий организм, тем лучше конечный результат. Вот это и есть интервенционная медицина с помощью патетерных технологий. Челябинская областная больница вновь подтвердила статус межрегиональной коммуникационной площадки, где коллеги обмениваются опытом, обсуждают профессиональные вопросы. В конференции-мастер-классе приняли участие более 100 специалистов по ультразвуковой диагностике со всех медицинских учреждений региона. Прежде всего, это объединение специалистов, сразу многих специальностей, не только лучевых диагностов, но и клиницистов. В данной ситуации это новые технологии, современные технологии, которые приводят меньше всего нанести как можно меньше вреда человеку, но при этом оказать необходимую помощь, в чём-то цельную помощь. Применение современных высокоразрешающих методов визуализации, таких как ультразвук, цифровая рентгеноскопия с контрастированием и эндоскопия, позволяют проводить оперативные вмешательства без хирургических разрезов при помощи введения специальных тонких игр, проводников, катетеров, эндоскопа. Мы используем 3D, 4D технологии, и с помощью уже программного обеспечения можно взять пласт данных, допустим, по пациенту с компьютерной томографией или магнитно-резонансной томографией. И уже используя данные аппарата КТ, МРТ, и также используя возможность ультразвуковой диагностики, совмещаясь с помощью программного обеспечения, ставя определённые там точки, мы вслепую, по сути дела, не видя при ультразвуке, а только имея направление, мы можем подвести либо антенну необходимую и провести уничтожение этой опухоли точно. И либо мы можем подвести специальную вот эту иголку, когда мы берём столбики ткани. Это прежде всего, а без столбиков ткани, без определения гистологической структуры мы не можем начать вообще оказывать комплексную онкологическую помощь. В этот раз во время мастер-класса итальянский профессор сделала акцент на исследовании печени, одного из главных органов мишени. Сегодня мы проводили исследование молодой женщины. У неё есть образование в печени. В этих случаях пациенты часто беспокоятся, а врачи не могут сразу ответить на вопрос, доброкачественное это образование или злокачественное. Благодаря ультразвуковому контрастированию мы получаем возможность ответить на этот вопрос за 5 минут. Олеся приехала на обследование из посёлка Бреды. Приехала сюда на обследование, потому что болела в правом подберебелье. Из-за этого начала обследование. Признали опухоль в левой доле печени. И вот сегодня, что назначили обследование, проверили, и всё хорошо. Опухоль доброкачественная. Напомним, в 2017 году три самых крупных медицинских учреждения региона Челябинская областная клиническая больница, областная больница номер 3 и Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины получили в общей сложности 5 новых ультразвуковых аппарат с функцией сконтрастирования. Ещё одним владеет Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске. Атеросклероз артерии нижних конечностей это опасное и сложное заболевание, которое проявляется тяжёлой симптоматикой. Кто находится в группе риска? Какие исследования необходимо пройти, чтобы определить, насколько поражены сосуды? И как попасть в единственный на Южном Урале центр спасения конечностей? Атеросклероз нижних конечностей – заболевание очень серьёзное. Из-за развития на внутренней стороне сосудов атеросклеротических бляшек происходит закупоривание артерии. На истощённых клетках прогрессирует трофическая язва, а также происходит отмирание тканей ног и развивается гангрена. Атеросклероз – это такая болезнь, которая, если не предпринимать никаких мер лечения, приводит в значительные части пациентов к ампутации. Нередко приводит к тяжёлым осложнениям, и эти пациенты нередко умирают от этих осложнений. Во-первых. Во-вторых, совершенно очевидно, что человек, у которого нет ноги, он, в общем-то, инвалид. Чтобы избежать так называемых высоких ампутаций, в Челябинской областной клинической больнице был создан уникальный центр спасения конечностей, в структуру которого вошли отделения сосудистой гнойной хирургии, эндокринологии, службы диагностического центра. Если раньше мы только оперировали этих больных, но появились такие технологии замечательные, вот контролем рентгена, специальными баллонами, расширять сосуды. Метод компьютерной томографии, как и ультразвукового исследования, помогают не только чётко локализовать характер поражения сосуда, что очень важно при планировании оперативного вмешательства. Это ещё и незаменимый метод после операционного контроля. На этом исследовании видим установленный стенограф в аорту и в общей подвздошной артерии данного пациента. В анамнезе было травмирование аорты частично, и раньше было предпринято вмешательство по устранению данного стеноза с помощью стенографта. Наталья приехала в Центр спасения конечностей из Латауста. Невыносимые боли в ноге не давали ни минуты покоя. У меня получается атеросклероз нижних конечностей. Было очень всё плохо, язвы, и нога почти умирала. И вот мне спасли, сделали экстренную ногу, спасли всё. Сейчас я как бы на вторую ногу легла тоже, будут делать операцию. Говорит, улучшением почувствовала сразу после операции. Боль стала отступать. Наталья начала потихоньку ходить. Сегодня система работы Центра отлажена. Здесь помогают пациентам самого разного возраста, со всех уголков Южного Урала, спасая конечности от последствий опасного и сложного заболевания, возвращая привычное качество жизни. История артероскопии началась ещё в 1912 году, когда доктор Северин Нордентофт из Дании заявил на конгрессе хирургов о том, что такая операция вполне реальна. Сегодня артероскопию считают универсальной операцией. Этот метод позволяет проводить оценку состояния самых разных костей, удалять и заменять повреждённые ткани и восстанавливать сам сустав. Как проводится артероскопия? В каких случаях эта операция незаменима? В чём её преимущество перед другими способами лечения? Ответы на эти вопросы вы найдёте в нашей постоянной рубрике «Движение без боли». Артероскопия – это малоинвазивные операции, которые помогают решить большие проблемы посредством маленьких разрезов. То есть артероскопические операции показаны, ну, в основном, как бы это для лиц молодого возраста, те, которые ведут активный образ жизни. В зоне особого риска профессиональные спортсмены, танцоры, поклонники экстремальных видов спорта. В общем, все те, чья работа и жизнь связаны с повышенными физическими нагрузками. Увы, ни одна, даже незначительная травма не проходит бесследно. Даже если не пострадала кость, могут произойти частичные или полные разрывы связок и повреждения хряща, структур, которые также требуют к себе бережного отношения. Артероскопическое лечение показано при любой травме крупных суставов. То есть любая травма крупного сустава сопровождается повреждением каких-то мягкотканных структур внутри сустава. Как-то это диагностировать можно после осмотра доктора, который после этого назначает обычно МРТ, магниторезонансная томография сустава, на котором видны мягкотканные структуры. Раньше операции делали только открытым способом. Разрезали сустав, устраняли повреждения, зашивали. Современная ортопедия предлагает более щадящий метод – эндоскопический. Преимущество ортопедического лечения в том, что оно малоинвазивное. Это делается через маленькие разрезы. То есть так как доступ получается достаточно маленький, то сроки реабилитации сокращаются в разы. То есть если при лечении, например, открытым способом, это может быть 10 дней, 2 недели, то при ортопедическом лечении это может быть 1-2 дня. Это можно делать даже в амбулаторных условиях. То есть с утра пациент пришёл, вечером он ходит домой. Вот разрезы обычно делаются от полсантиметра до сантиметра. Так как разрезы маленькие, то сокращается травматизация мягких тканей, за счёт этого уменьшается значительно болевой синдром. И пациент себя тоже чувствует комфортно. То есть вроде как сделали большую серьёзную операцию через маленькие разрезы, и у него даже к концу этого дня уже сильно ничего не болит. В щадящей ортопедической операции минимально травмируют ткань. Не допускают большой кровопотери, что ускоряет процесс восстановления сустава. Как многие пациенты, мне говорят, когда приходят ко мне на консультацию, что залез в сустав и будет всё плохо. То есть ортроскопическое лечение – это малоинвазивное лечение, и оно приносит только пользу суставу. Потому что чем больше ты думаешь делать операцию, либо не делать, если есть показания к операции, то доктор вам никогда не посоветует сделать операцию просто зря. Наша медицина идёт вперёд. Ортроскопическое лечение – это малоинвазивное лечение. Не нужно его бояться. Используя малоинвазивные методики, мы сохраняем жизнь вашим суставам, и ваши суставы будут служить дольше. Боль в спине. По данным Всемирной организации здравоохранения, это одна из самых распространённых жалоб и самая частая причина временной нетрудоспособности. Причиной боли могут и служить и поражение межпозвонковых дисков, и артроз межпозвонковых суставов, и сколиоз, и радикулопатии, и травма. Важно поставить точный диагноз, пройти лечение и вернуть свободу движения. Какие инновационные методы лечения позвоночника и суставов есть в арсенале челябинских врачей? И можно ли гарантировать положительный результат лечения? Что такое медицинский центр «Доктор Ост» сегодня? Это комплексный подход и уникальные методики безоперационного лечения, а также развитая сеть сотрудничества с зарубежными и российскими институтами. Это партнерство с Российским научным центром реабилитации и курортологии Минздрава России. Это филиалы в семи городах и планы по открытию еще в 20 крупных городах России и Казахстана. Но главное – это более 25 тысяч людей, избавившихся от боли. Здесь лечат болезни позвоночника и суставов. Неврологические заболевания проводят реабилитацию после инфарктов, инсультов и травм. Бережно, безопасно и эффективно лечить заболевания позвоночника стало возможно благодаря аппарату DRX. Высокотехнологичный робот позволяет врачу индивидуально задать программу лечения. Точно рассчитанный вектор вытяжения создает вакуум и втягивает поврежденный диск. Давление на корешок уменьшается, боль уходит и исчезает отек. Результаты ощутимы уже после первого сеанса. Аппарат Extentrack Elite – уникальный робот, помогающий там, где другие методы бессильные. Безопасная альтернатива хирургическому вмешательству и протезированию. Искусственный интеллект точно определяет проблемный сегмент и локально работает с ним, не затрагивая здоровые позвонки. Система 3D-вытяжения возвращает в норму объём межпозвонкового диска, бережно раздвигая смещённые позвонки. Аппарат ударно-волновой терапии посылает в повреждённые ткани низкочастотные звуковые волны. В результате восстанавливаются функции мышц, связок и сухожилий. Ускоряется обмен веществ в поражённых частях. Уходят отёк и воспаление. Высокоинтенсивный лазер HILT проникает глубоко к месту поражения и быстро снимает болевой синдром в мышцах. Происходит стимуляция регенерации повреждённых тканей и можно обойтись без лекарств с их побочными эффектами. Помогает и при других патологиях суставов и позвоночника. Является частью комплексной терапии. Запустить регенерацию позвоночника и суставов помогут инновационные методы. Плазма-лифтинг и PRP-терапия. Для лечения используется обогащённая тромбоцитами плазма пациента. Её вводят в поражённую область, и организм сам восстанавливает повреждённые ткани. В центрах «Доктор Ост» создано отделение постинсультной реабилитации. Здесь штат опытных специалистов возвращает пациентов к полноценной жизни даже в сложных случаях. В России привыкли, что настоящее лечение возможно только за пределами нашей страны. Специалисты «Доктор Ост» с этим не согласны. Сейчас самые сложные заболевания можно лечить и на родине. За время работы наших центров более 10 тысяч человек избавилось от операции. Более 20 тысяч человек мы избавили от боли. Приходите к нам. Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни – это просто. Весна – время красоты. Время перемен. И не только в плане обновления гардероба. Нередко мы стремимся похудеть, подкачаться, сменить прическу. А вот про лицо забываем. Хотя именно кожа лица, уставшая от зимних морозов, обветривания и сухости, так и просит помощи профессионалов. Какие процедуры идеально подходят для весеннего сезона? И почему эффект от уколов красоты, сделанных на отдыхе в санатории, длится гораздо дольше? Продолжение следует... При помощи видеокамеры с оптимальным увеличением на мониторе врач получает и оценивает изображения разных участков кожи. Состояние кожи, пигментацию, наличие или отсутствие сосудов, наличие морщин. Имея исчерпывающую информацию о состоянии кожи, врачу гораздо легче подобрать косметику, расписать домашний уход, скорректировать диету, а при необходимости назначить грамотное лечение и даже порекомендовать консультацию узкого специалиста. Так, например, большие участки пигментации сигнализируют о проблемах печени и желчного пузыря, повышенное выделение кожного сала, о гормональных нарушениях. Специалисты советуют проходить процедуру диагностики периодически, чтобы вовремя обнаруживать все отклонения и успешно с ними бороться, а также до и после курсов лечения, чтобы объективно оценивать результат. Сейчас наиболее популярные процедуры – это ботулотоксины, биоревитализация. Биоревитализация позволяет подготовить кожу к активной инсоляции. Ботулотоксины борются с химическими морщинами. Процедуры очень эффективны. Конечно, инъекции можно делать и зимой, и летом, но весной заниматься вопросами красоты правильнее всего. Инъекционная косметология позволяет восстановить нормальный уровень влаги благодаря введению под кожу гиалуроновой кислоты, витаминов и микроэлементов, которые способны улучшить цвет кожи, разгладить морщинки. Специалисты санатория «Карагайский бор» индивидуально разрабатывают комплексы инъекционных, аппаратных, уходовых процедур, которые в сочетании с комплексной физиотерапией, чистым воздухом, функциональным питанием, спокойствием курортной жизни и общим оздоровительным эффектом творят настоящие чудеса. В период восстановления проходит быстро и без неприятных последствий. Также усиливается и пролонгируется эффект коктейлей, которые улучшают качество кожи и ее фактуру, устраняют морщины лба, межброви, гусиные лапки в области глаз. Нашу программу продолжает проект «Новая территория», посвященный вопросам правильного и здорового питания. И сегодня мы продолжаем разговор о том, почему клетчатка так полезна при диабете. Оставляю вас наедине со специалистом, а я с вами прощаюсь. Берегите себя и не переключайтесь. Здравствуйте, уважаемые друзья! Рад вашему интересу к проекту «Новая территория. Выбор осознанного пути». И сегодня мы поговорим о пользе клетчатки при диабете и его профилактике. В прошлой передаче мы говорили о том, что клетчатка состоит из растворимых и нерастворимых волокон. Данная пропорция у разных видов клетчатки разная. При диабете важна клетчатка, та, у которой растворимых волокон больше. Лидером среди клетчаток по содержанию пектина выступает свекловичная клетчатка. По содержанию инулина – топинамбур и кактус голубая гава. Пектин и инулин препятствуют усвоению жиров, всасыванию глюкозы в кровь, что предохраняет от резкого скачка сахара в крови, снижает уровень холестерина, понижает нагрузку на эндокринную систему, а также делает высокоуглеводную пищу менее углеводной. Данные свойства клетчатки очень важны при профилактике диабета и особенно важны в начальной стадии диабета, когда есть шанс у вас реальный уйти от фармацевтической зависимости, а при внимательном отношении к своему организму уйти очень далеко от диабета, очень далеко, за 3-9 земель. Чтобы получить лучший эффект, советую обратить вам внимание на комплексный вариант, при котором вы принимаете не один вид клетчатки, а специально подобранный комплекс, в котором компоненты усиливают действие друг друга. В следующей программе мы поговорим о роли клетчатки в борьбе с ожирением. Одним из ведущих факторов риска при заболевании диабет. И в заключении, помните, правильное питание – залог здоровья. Телефон для рекламодателей 263-1102.